Продолжаем проходить таймшифт, и мы сейчас в кои-то веки вырвались на настоящую природу. Просто посмотрите, тут какая красотища. Птички поют, травка зеленеет, солнышко светит. Просто превосходно в кои-то веки увидеть что-то похожее на приличную природу и красотищу всякую окружающую. Вот настоящий домик имеется с ветряной мельницей, или как-то она там называется эта штука. Когда я смотрю на эти домики, у меня всё время начинает возникать мысль, вот было бы здорово сейчас забить на всю эту стрельбу, беготню и прочее, сходить туда наверх, постучаться, зайти в гости и выпить чайку. Это было бы здорово. Они вот это вот всё ещё, тут опять стреляться с кем-то, воевать, какие-то идиоты повсюду тут бегают. Наших, разумеется, нет, то они были, то их опять нет, поэтому бегай теперь сам по себе. И хрен поймёшь, ради кого ты воюешь, если никого всё время рядом с тобой и нет. Сам по себе всю жизнь, просто ужас. Даже у Гордона Фримена это было больше союзников, чем у нашего главного героя таймшифта. Это печально. Тут ещё оружие имеется, ещё что-то имеется, всякое имеется, короче говоря. Ну-ка, что у нас за задача? Порвитесь через КПП. Я уже порвался, в принципе, через КПП. Сколько раз ещё нужно через него порваться? Вот я ещё раз порвался через КПП. Нужно это три раза сделать или что? Ну давайте вот ещё в третий раз порвёмся через КПП, потому что почему бы и нет. Тут вон все любят бросаться нам прямо под колёса, так что посмотрим. Ну ладно, ладно, понятно вполне, что здесь нужно заняться опять-таки снайперством. Нифига, они там, конечно, бегают, прыгают, кувыркаются эти уроды. Как мы не попасть-то вообще? А, нормально попал вполне. Так, что-то мне требуется. Тут, кажется, нужно что-то сделать, да? Что-то взорвать, видимо, скорее всего. Или нужно вон там, кажется, открыть что-то. Ну-ка, сейчас проверим. Музон играет бодренький, весёленький, но мне сейчас не до этого. Так. О, ещё одна энергопушка. В принципе, тут всё оружие довольно прикольное по-своему. Кроме самого банального типа снайперки или дробовика. Так. Ага, ясненько. От нас требуется, короче, как обычно, играться со временем. Ну, поехали. Погнали, аккуратненько, медленно, спокойненько. Всё нормально получилось вполне. И ещё раз. Пшшшш. Поехали. Всё. Да, достаточно простыц тачки, конечно. Даже для меня, даже для того факта, что я тут летсплею, и из-за этого торможу и туплю в два раза сильнее, чем обычно. Ну, прошу прощения за это. Главное, чтобы мы двигались, да, двигались. Блин, опять, что ж такое-то? Пару шагов не дадите сделать. Ой. А тут у нас, кажется, новая вражеская машина появилась, которая нас сейчас очень жёстко расхреначит. Ух ты. Оказывается, остановка времени у меня всё хп восстанавливает сразу же. Да, это удобно. Это удобно, мне тут же балкой привалили. Ой, ужас какой-то. Так, хорошо, хорошо, давайте сосредоточимся как-нибудь ещё. И погнали. Пшшш. Да. Забиваем и валим, короче. Мне сейчас что требуется? От меня требуется найти новую тачку, наверное. Новая тачка находится вон там, где-то дальше. Очевидно, что воевать с этой гигантской хреновиной, наверное, мне не нужно. Достаточно просто от неё свалить как-нибудь по-быстрому. Потому что вся эта техника врага довольно бессмысленная и неинтересная. Так. Типичный. Ой, 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 ой. Плевать, короче, на вас. Всех погнали. Ура! Всё свалил. Спрашивается, зачем всё это было нужно нагромождать, если можно за пару секунд забить на всё это вас сбежать. Хотя, опять же, я играю на минимальной сложности. Чё я хочу, блин? Конечно же, на минимальной сложности проще от всех сбежать. На максимальной тебя просто разорвут за пару выстрелов, скорее всего. Так. Но мне оно и неинтересно, мне нужно побольше экшона, да, бежать или бежать, прорваться через всё. Куда-то там я еду, непонятно куда, непонятно что происходит, где я вообще. Ух, меня закрутило, всё, я поехал, короче, крыша окончательно. Так. Отпустите меня, пожалуйста, погулять, то я не понимаю, что происходит, где я и зачем я существую. Так, ладно. Начинаем, короче. Блин, бич, мне так топка. Начинаем слоумочить. Да, наконец-то. Я тут таскаю, таскаю с собой всё это оружие, даже толком и не пользуюсь. Прикольная пушка, хоть, конечно, и стреляет под себя немножко, как будто в туалет сходил поссать, блин. И вот так вот стреляешь, стреляешь, стреляешь под себя, просто ужас. Можно, в принципе, в туалет и зайти, и туда, и налить немножко своих боеприпасов. Ой. Да, я схожу с ума, прошу прощения, мне, в принципе, и накласть. О, нет, граната-липучка. Промахнулся, хорошо. Да сколько вас тут? Тут на меня сразу, блин, всю армию, что лежали натравить в этом вонючем родомном блокпосте. Столько народу, просто кошмар. Да, в Дум, наверное, в этом плане попроще, потому что в Дум тоже много врагов, но вроде там всё в том числе и ближние бойные. А тут, блин, все с пушками, все тебя расстреливают, расстреливают, расстреливают. Куда тут деваться? Кстати, да, это хороший вопрос, а куда здесь деваться? Куда мне нужно идти? Через эти ворота пройти, разумеется, нельзя. Осторожно. Нельзя перелезать через забор или типа того. Но я, к сожалению, и не могу. Так. Посижу здесь, подумаю. А, вот оно, что нужно здесь делать. Понятно теперь. Спасибо, ребята, спасибо, что вы мне подсказали, что мне, в принципе, с вами не нужно даже сражаться. Могу просто свалить, реально. Какой у вас всех смысл тогда спрашивается? Ну, допустим, можно так можно, спасибо разработчикам за это, я не хочу задерживаться, я хочу двигаться, двигаться вперёд, хрыщ. Поиграть немножко в боулинг по дороге, тоже здорово. Как в Half-Life 2, в старом добром. Приятные флэшбеки, все дела. Ну, а я бы всё равно предпочёл бы лучше зайти в ближайший домик, где-нибудь здесь на холме, и бухнуть в чайку, чем возиться тут, выживать постоянно. Обнаружена альфа-экипировка. А, ну да, вот он, наш этот самый Крон катится по-прежнему в своей тачке паукообразной. Да сколько можно триндеть в костюм, я понял, что там Крон едет. Блин, можно было, в принципе, мне и не объяснять это. Установите двигатель, установите двигатель, где я у тебя возьму этот двигатель? Этот двигатель нужно, кажется, забрать у Крона, потому что наш пострадал. Так. А, блин, чё я так некрасиво промазал мимо вас всех, ребята, я должен был вас всех так вот сбить сразу же. Ну ладно, с второго раза получилось, и нормально, поехали. Куда мы едем? Зачем мы едем? Я уже запутался. Ой, да, начинаются мины, мины, мины повсюду, ужас. Фух, у меня сейчас башка взорвётся от всего происходящего, столько всего происходит, просто ужас. Да, как это всё комментировать-то? Погнали, да, останавливаем время на тачку, но не работает, это замечательно всё. Всё там повзорвалось сзади нас, и хорошо. Вот это другое дело, это джетуха. Движемся без остановки, да, блин, движемся без остановки, и тут же мы остановились опять. Что ж ты будешь делать? А сколько можно меня останавливать? Вы уже заманали меня останавливать, понимаете? Сейчас у всех перестреляю на это, меня уже задолбали. Останавливайте и останавливайте. Дайте мне покататься хотя бы полчаса, блин, а? Сколько можно? Всё время повсюду враги какие-нибудь бегают и ползают. Так. Ой, бабочки летают, как красивенько, бабочки. Ой, блин, меня тут же в башку зарядили. Бабочки-то красиво, понимаете, понимаете, понимаете? Чё там за урод сидит, блин, торчит там рука эта вонючая? Э, чё там торчишь, скотина? Куда там пялишься? Я здесь. Идиоты. Не дают мне на бабочек посмотреть. Бабочки, бабочки, это мило. Да, люблю бабочек. Так, а где тачки-то? Чёрт, а? Может, нужно было открыть эти ворота? Без понятия, короче, пошли пешком, раз такое дело. Кое-как будем сейчас тащиться, 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 потому что я не понял, как открыть эти ворота и можно ли их вообще открыть. Да. Но ничего-ничего. Как видите, у нас так и так тут опять через пару шагов препятствия начинаются, поэтому мы далеко не проехали бы, если бы и смогли. Везде всё перекрыто, расхреначено, прям как в халфе, да. Теперь у нас, собственно, пошёл уровень Water Hazard, про который я всё говорил, то у нас один Road Kennel, Road Kennel, всю игру, весь таймшифт. Наконец-то начался Water Hazard. Ждём, значит, Black Mesa East, затем We Don't Go to Ravenholme. Да. Вы авторитетный учёный-физик, вот, поняли, я прямо настоящий крутой мужик, не какой-нибудь там чмо, не какой-нибудь там вонючий тупой солдафон, да. Где ты находишься? Я крутой мужик. Хотя, в принципе, опять-таки, такой копипаста с Гордона Фримена. Я такой же молчаливый, такой же крутой, в таком же костюме, с такой же кучей пушек. А, хотя нет, у Гордона Фримена была реально куча пушек, а у нас всего лишь-то три максимум. Зато, зато у нас патронов больше, поэтому, извини, Гордон Фримен, но ты отстой, ты устарел. Вот этот вот неизвестный ноунейм, из-за которого мы сейчас играем, тебя заместит теперь, да. Кстати, реально, как нас зовут-то вообще? Я знаю, что я учёный, как будто кипячёный. Эм, а как меня зовут? Кто я, блин, мать вашу? Я там один из повстанцев спросил, кто ты такой вообще? Я сам не могу понять, кто я такой, мне никто не рассказал об этом. Кроме того факта, что я, разумеется, какой-то там вонючий учёный. Так. Ой, здрасте, ребята. Хотите повеселиться? Давайте поиграем в игру, я вас всех убиваю, а вы все подыхаете, как полные чмошники, непонятно ради чего. Не правда ли это замечательная, очень интересная игра? Давайте поиграем ещё, так уж и быть. О, щиты у врагов появились. Но это всего лишь значит, что нужно стрелять по ножкам почаще, или по жопкам. Засадил ему, что называется, по самые помидоры своим арбалетикам. Хе-хе-хе. Вот это мы весело развлекаемся тут. Да, это, конечно, кайф на минимальной сложности. Даже в этой игре всё просто относительно. Ну, кроме тех случаев, когда меня жёстко убивают. Вот такое ощущение, что здесь должна быть тачка у меня. Я кое-как кажу. Опа. Наконец-то, вот оно, моё любимое оружие, наверное, в этой игре. Так, что у нас есть? Что надо выкинуть? Автомат, может быть, выкинуть? Так уж и быть. Выкиню автомат. Вот. Мы взяли пистолет-пулемёт Геяна. Это довольно клёвая пушка, у которой есть два орудия одновременно. Это пистолет-пулемёт и огнемёт. Кайфовая вещь. Просто посмотри сейчас немножко. Постреляем этим, постреляем этим, и перезарядочка. Кайфово, не правда ли? Единственное, что этот баллон отлетающий немножко палевный, потому что игра не была рассчитана, видимо, на фулл-хд в те времена, в 2007 году. Но мне почему-то очень нравится это оружие, его перезарядка, его два режима стрельбы. С двумя отдельными видами припасов, имеется в виду. Это клёво. Но всё, наконец-то я дотянулся до своей Геенны, любимой. Поехали. Будем назначиться теперь всех поджаривать. Хотя у нас патронов нихрена нет, поэтому навряд ли вам, возможно, поджаривать как-то реально всех. Такс. Где я, чёрт возьми? Почему здесь... ...скрытый источник угрозы, допустим? И чего от меня хотите? Пройдите к месту встречи через минное поле. Но это, конечно, проще всего было бы, если бы мне дали тачку. А тачки у меня почему-то нет всё это время. И очевидно, что я не могу сюда притащить тачку, потому что я не смогу подняться на ней через это самое... ...как оно там называлось? Через дерево, да. Вау. Эти мины прям совершенно невидимые. Интересно, где же они находятся, не правда ли? Блин, даже в сталкере мины то были более скрыты, чем здесь. Это просто прикол какой-то. Так, чё у нас там на... Да, ускоряемся, короче, и поскакали, так уж и быть. О, какие опасные, страшные мины. Просто ужас. Да, такие определённо смогут поймать много нарушителей, не правда ли? Ну, хорошо. Ай. Немножко поцарапали мне зад. Эх вы. Хорошо, что у меня всё залечивается одновременно. Зато как здесь мирно в какой-то веке. Просто посмотрите, природа. Солнышко, птички, жабки квакают, бабочки летают. Клёво, на самом деле. На самом деле, это на самом деле разнообразие в какой-то веке. Ой, свои! Невероятно! Я уже забыл, что у них существуют, эти тупые дебилы бесполезные. Сюда. Что, готовы подыхать опять просто так, по приколу? Я уже очень хорош, но не предупредил, что он такой жуткий свист. Ты мне сейчас довыпендриваешься, сволочь. Прямо за холмом. Разведка сообщает, что подкрепление магистрата уже в пути. Но мы ещё можем успеть задать им перцу. Всё, что вы можете им задать, это... Количество фагов, которые они повысят за счёт вас, всех идиотов. Вот, вот сейчас другое дело. Сейчас мы наберём патрончиков к этой пушечке. О, да, посмотрите на эти цифры, как они растут, как они становятся всё больше и больше. Ух, кайф, я сейчас просто офигею от всего этого происходящего. Так, поехали. О, начинается внезапно Call of Duty просто настоящий. Посмотрите, миномёты, куча народу, блин. Все орут, подыхают, стреляют и так далее. Ни с тобой, ни с сего. А ведь только что было так мирно и тихо, понимаете? И тут же начался какой-то звездец абсолютный. Вон, все подыхают, подыхают, подыхают у нас на каждом шагу. Так, всё, надо ускоряться, пожалуй. Ну чё я такой медленный? Чё такое вялое ускорение? Просто ужас. Так. Не вижу смысла, конечно, застрелять издалека, всё равно промажу по всем. Так что лучше сначала подкрадусь, потом возьму ускорение и начнём, наконец, применять нашу новую пушечку. О, да. Вот так мы все будем отжаривать, поджаривать, они все будут гореть, 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 да. Потому что, ну вы же понимаете, что эта пушка называется гиенна, потому что гиена огненная, да. Ну, правда, тогда надо было назвать гиенна, наверное, а не гиена. Ну, допустим... О, они тут сами себя подвзорвали, я смотрю. Спасибо, ребята, вы все так заботитесь о том, чтобы я не парился совершенно. Ну-ка. Да, огнемёт. Теперь это ещё больше похоже на Call of Duty, там регулярно были миссии с этими огнемётами, где вы выжигали всех в окопах. Так. Чё, кого там снимите? А, вон того снимите. Давайте вы сами снимите, а я пока что посижу здесь, чё мне париться-то? Я же жуткий с виду и так далее. Здрасте. Можно одолжить у вас пулемёт, пожалуйста? Спасибо большое, молодой человек, вы такой добрый. Так, благодарим за сотрудничество. И начинаем, начинаем всех выносить. Ай-ой. Хотя, может быть, и не начинаем, потому что я чё-то не вижу. Кто там откуда пуляет и куда я пуляю? Ой-ой-ой. Ребят, давайте вы сами, пожалуйста, сидите за этот вонючий пулемёт, потому что я вообще никогда не вижу там, что происходит. Ай-ой. Всё, короче, у меня критическое здоровье, давайте сами спасайте мир, меня насрать уже совершенно. Я хочу постоять и полюбоваться здесь окрестностями. Ну, конечно же, у меня нет выбора, нужно двигаться, двигаться, двигаться. Чё у нас тут? Они вроде бы бессмертные, эти три идиота, поэтому можно не беспокоиться за них. Пускай они там получают сколько угодно звездюлей. Кто там стреляет так красиво по мне всё время, а? Всё, хп мне вынесли, блин, за пару секунд. Так. Ай-ой-ай, вот что-то что такое? Нет, я знаю, что это за оружие, но как они так стреляют в меня, блин? Просто ужас. Разнесли мне весь зад напрочь. Оружие перегрелось моё, я просто стою и терплю в итоге. Ой, кошмар. Так. У меня есть снайперское оружие? Да, точно есть. Сейчас побоюем. Иди расчистите путь. Ага, конечно. Почему сразу я? Вы бессмертные идиоты, в отличие от меня, додики. Идите, вы лучше спасайте мир в одиночку. Эх. Так. Чего от меня хотите? Мне нужно пройти куда-то вон туда, видимо. А, понятно. Поехали. Так. Ножка раз. Ножка два. На ручках ползайте во мне впервой. Так. Повсюду ящики с боеприпасами, чтобы мы смогли как раз-таки безостановочно всех палить, да, расхреначивать. Ай, блин. Мне прям в рожу пальнули ракеты. Вы что, охренели, что ли? Это как-то совсем не по понятиям. Я должен вас всех расхреначивать, а не вы меня. Это нечестно, гады. Ой. Фух. Чуть было не разбился. Новое задание. Найдите путь вглубь комплекса. Ай, ой. Что происходит? Кто где, с кем, зачем, что, когда? Да, блин. Кто же кого из нас пережарит? Я пережарил. Я крутой. Так-то. Фух. Ужас. Чем мы занимаемся, блин, вообще? Я запутался, что происходит. У меня уже крыша едет. Я снимаю третью серию подряд, потому что... Да, стараюсь снять как можно больше, пока еще есть такая возможность, пока не слишком жарко стало. Да, жарко, жарко, жарко. Не-не-не, сейчас я вам сделаю жарко. Так-то. Клевое оружие, тоже довольно быстро всех убивает. С этими своими двумя перезарядочками мне нравится особо эта тема. С тем, что мы перезаряжаем все оружие по отдельности, все его дополнительные элементы встроенные. Ну, эээ, че такое? Че перекрыли тут? И че от меня требуется тогда? Че? Что? Где? Кого? О, здрасте. Они там заняли тюрель, кажется, да. Тюрель заняли они нашу. Ага, вроде бы сюда нужно. Ох, как красиво кувыркается, идиот. Зачем, спрашивается? Столько, блин, миллионов звуков издают, пока они там валяются уже дохлые, по факту. Танцует тут перед нами. Ну-ка. Ножка, ножка, ножка. Да че ты такой, блин, живучий? Я же тебе стреляю по ногам, придурок. Хотя, да, броня у них весьма такая приличненькая. Но лучше бы вместо щитов они бы использовали что-нибудь поинтереснее. Пыньк, пыньк, пыньк. Да что это такое бессмертный-то, а? Ладно, хрен с собой, в принципе. Погнали дальше. Ну, конечно, пистолет-пулемет неплохой, но, в принципе, арбалет получше стреляет. Он как-то их автоматически ваншотит легко. Подыщь, и все. Какие-то страшные звуки они издают. А, ну да, это же даже дилютят какие-то мутанты, видимо. Понятненько. В 39-м году, разумеется, все самые возможные высокие технологии, и враги еще сами себя обзрывают своими гранатами. Вот кретина, а? Придурки. Кстати, похоже еще не только на Хау, но и на Крайзис эти костюмы. Ну, видимо, понакопастили со всех, с кого только можно. Хотя Крайзис вроде бы вышел на год позже, поэтому рановато я обвиняю в плагиате. Такс. Че, опять нужно одну кнопочку нажать? Давайте нажмем кнопочку. И че, все, я бросил своих? Почему бы и нет, в принципе, накласть на них. Поехали в одиночку и дальше. Нам все еще таинственно намекают, что этот злодей делает что-то злодейское. Просто невероятно. Как вы только додумались. Может быть, отдашь, мы даже узнаем, как его зовут. Я не могу отвечать, я не умею говорить. Меня уже заманали все время спрашивать. Отвечай, отвечай, отвечай. Когда герой у нас молчаливый, он не может из себя ни слова, ни звука не выдавить. Просто ужас. Почему разработчикам никогда не казалось это тупым? Что они заставляют персонажей спрашивать о чем-то главного героя, а главный герой при этом всегда молчит. И персонажи делают вид, что они что-то услышали, хотя мы ничего не сказали. Ой, кошмар. Ой. Здесь нужно, кажется, да, оперативно бегать вот так вот к этим турелькам, чтобы их отключать. Как все просто, не правда ли? А вы не могли сделать отключение этих турелек где-нибудь в том конце? А не так, чтобы каждый нарушитель мог спокойно этим заниматься и... Ой, ай. Отключать тут ваши турелечки. Видимо, всем было наплевать. Зато можно в слоу-мо поуклоняться от ракет. Это, конечно, кайфовая тема, да. Хотя бы слоу-мо у нас более-менее часто применяется, из-за того, что они так быстро съедают полоску энергии. Ой. Нифига, они быстро стреляют, конечно. Ужас. Так, еще раз. Класс. Эта тема мне нравится с уклонением постоянно от всего подряд. Так, вырубили. Здравствуйте, ребята. Вас тут не волнует, что какой-то чел у вас тут ходит, вламывается к вам в помещение, все там отключает и так далее? Нет, всем наплевать совершенно. Но у всех при этом есть пушки. Это чтобы мы не парились, чтобы мы чисто так испытывали дискомфорт из-за того, что мы убиваем ни в чем не повинных рабочих, потому что эти рабочие все вооружены. Поэтому их можно убивать. Такие дела. Все просто, не правда ли? Здрасте. Кто там еще у нас вооруженный и очень опасный? Ай, блин. Опять меня что-то отстрелили, как обычно. И еще работнички. Ой, боюсь, что после моего прихода тут столько свободных вакансий откроется. Ребята, вы просто задолбаетесь набирать персонал. Тут одни уборщицы останутся, наверное. Ну, не знаю, тут же есть уборщица, наверное, в таком месте, наверное. Не знаю, не знаю. Так. Хотя, учитывая, какое здесь все засраное, серое, пыльное, наверное, тут никого нет. Так. Что от меня требуется? Искать очередную зеленую кнопочку, которую нужно, очевидно, нажать. Здрасте. Собрались тут так красивенько, чтобы я смог вас расшмалять. Спасибо, спасибо, ребята. Если бы вы все координировали свои действия и атаковали целыми отрядами с разных сторон, то, наверное, вы бы смогли меня даже победить. Но не в этой жизни. Не в этот раз. Так, куда я иду вообще? Мне нужно, наверное, туда перелезть. Сейчас посмотрим. Ой, ну, разумеется, невидимые... Сраные невидимые стены не дадут мне никуда перелезть, короче, вы поняли. Так. Сосредоточимся. Надо включить мыслительный процесс. Было бы еще чем мыслить. А вот это что? Тут есть лифт или нет лифта? Не очень-то понятно. Это и есть лифт, или это просто платформа, на которую лифт встает потом? Так. Пойдем, короче, выясним понемножку. О! Такое дело. И так тихо, главное. Даже эмбитов никаких не играет. Только сплошная тишина, как будто хоррор какой-то начинается. Нет, хоррор у нас был в Prey, хоррор у нас был в Doom 3, хоррор у нас был в Кфире, но только не здесь. Так, чего от меня хотите? Ага. В этой серости и ржавости просто не замечаешь проходы, когда они есть. Вполне очевидные. Раз, два. Всех награждаем взрывной инъекцией, от которой у вас просто происходит цвета, взрыв мозга. Взрыв мозга, ну это плохая шутка, потому что я уже сказал слово взрыв, поэтому не стоило его повторять. Так. Ну-ка, еще повеселимся, пожалуй. Давайте, давайте, ребята. Дайте мне больше мишеней. Я так по ним нифига не попадаю, правда, поэтому хрен с вами. Интересное место, кстати говоря. Все крутится, вращается, переливается. И куда мы идем? Что это все значит? Уже я забыл малость. Так, пройдите в зал управления на верхнем этаже и включите турбину. Вроде бы все просто. А вот как туда попасть? Как залезть наверх? Как что включить? А, вон лестница, вижу. Спасибо за компас хотя бы, а то в некоторых играх без него так тошно, как, например, в Half-Life Black Mesa, который... который ремейк, который не так давно проходил. Ни хрена там было непонятно. Здравствуйте. Ага, ага. Что-то он слышал, ага, конечно. Как вы только догадались, что я существую, не правда ли? Да вы даже патронов не стоите, тупые дебильные рабочие. Могли бы все просто сдаться, нет, зачем дойдутся убиваться об меня. Такие все самоотверженные, что просто охренеть можно. Вот, интересное место весьма такое, которое стоит заснять по-всякому. Когда мы сюда беремся? Здрасте, еще работники. Да вы даже патронов не стоите, да. Я тоже сказал, в принципе. Да, это я, здрасте. До свидания. Ой, какие вы все любопытные, однако. Ага, вот это другое дело. Начинаем еще воевать со всеми этими мастерами-чифами копипастными. Ну, ну, где-то там прячешься, я тебя видел. Вот ты где, красавец. Готов. И еще один. Как здорово, что они все используют такое оружие, которое мне вполне нравится. Из-за своей ваншотовости и возможности устраивать месилово. Да, прыщ кровища. Все, спускаемся на сам... Спускаемся, короче, в самый ад уже прямиком. Глубже, глубже, глубже. Вот зачем, серьезно? Зачем вы самым убиваетесь? Вы же можете просто уйти. Поднять руки и отойти. Нет, они зачем-то берутся за пушки и начинают подыхать ради мизерной зарплаты вонючей. Ладно, еще солдаты, они хотя бы тренированы на все это дело. А вы-то, вонючие рабочие, зачем лезете в эту всю разборку, блин? Тупые идиоты. Такс, ну ладно. Хоть не приходится сожалеть, они сами решили со мной драться, поэтому их всех можно щелкать вот так вот раз за разом, расчленять, взрывать и так далее. Могли бы работать себе, работать дальше за свои 15 тысяч. Эх вы, идиоты. Ну, короче, погнали. Тут, кажется, скоро у нас будет интересна такая задачка. Полетел красивенько. Ой, что я наделал? Сейчас же придется через все это проходить, проходить, проходить. Да уж. Вспоминаю тоже Фиар, где была такая сцена с минами. Если эти мины подорвешь, то устроишь тут полный звездец и необходимости искать обходной путь через огонь. А если не подорвешь, то и не пройдешь по-другому. Такие дела. Так. Когда же мы доберемся до этого вентилятора уже наконец-то? А, вот, кажется, это мы знаем. Ой, тихо-тихо. Просто останавливаем время и застреваем в странных текстурах. Блин, что ж ты будешь делать-то, а? Так, еще раз. Для кого вообще все это сделано, если все эти механизмы нормально обслуживаются только с этим нано-костюмом нашим? У других-то его нет. Так что, в чем прикол? Да, блин, я опять застрял. Не могу понять, в чем я застреваю в этой сраной лестнице? Не могу пройти дальше. Вы что, прикалывайтесь, разработчики? Так, допустим, допустим. Короче, сделаем вот так. Нажмем кнопочку. Да. Я сейчас с ума сойду уже. Так. Все, еще раз. Проскакиваем. Наконец-то, блин. И проскачу через деревище. Возможен корректирующий сдвиг. Это означает как раз-таки инверсию времени. Или можно сделать вот так. Ну-ка. Остановим время, значит, сам. Запрыгиваем вот сюда в серединку. Ой. И подыхаем. Нет, хотел показать не это. Хотел показать кое-что другое. Поприкольнее так показать. Нужно просто... Да. Твою мать, дебильный костюм этот с этими дебильными таймерами постоянными. Да, у меня же закончилась полоска. Нужно ждать, пока она восстановится, пока она возродится заново. Ой, что за тупость. Дали бы нам какие-нибудь батарейки или что? В Singularity хотя бы были батарейки для МВП. Тут ничего такого нету. Вот. Мы, короче, встаем на пропеллер и начинаем крутиться. Просто представьте, как быстро можно блевануть в реальной жизни, если встать вот на такой вентилятор. А тут зато так красивенько-красивенько. Крутимся, летаем. Вот это веселуха, не правда ли? Да. Можно еще пострелять как-нибудь. Правда, патроны летят в меня обратно, и меня в итоге расстреливают и отнимают в меня все хп. Вы посмотрите на эту красотищу, не правда ли? Просто сочно как разлетается все в разные стороны. Ох, какое прекрасное идеальное завихрение. Они просто офигевают этого. Я буду теперь здесь стоять еще полчаса, пока я все не перепроверю, все не перепробую. Ну-ка, кинем гранату. А где граната? Ой. Граната снесла мне все хп, улетела непонятно куда. Ну, допустим. Ну-ка, арбалет может так лететь. Ай. Арбалет в итоге меня самого взорвал. Что происходит? Что я делаю? Ну, все, короче, ладно, поехали. Нужно нам реверсить время, мы это уже поняли. И чтобы его отреверсить, нужно встать вот здесь, наверное, для удобства, скорее всего. Восстановить свою полосочку быстренько и начинать подъем. Ну-ка. Поехали. Вот так мы поднимаемся вверх. А еще мы можем взять и передумать. И полететь обратно. И у нас будет кат-сцена. Эпичная кат-сцена нашей смерти. Эх. Расхреначила только так. Жесть, не правда ли? Ну, постарались, сделали так кинематографичненько. Это прикольно, спасибо разработчикам за такую сценку. Ну, все, едем дальше. И теперь начинаем подъем. Эм. Подъем, начинаем подъем. Алло. Че оно не работает? Почему-то реверс перестал включаться внезапно. Ну, начинается, блин. Так. Попробую загрузить предыдущее сохранение. Где я еще не залез на этот вентилятор. А то мало ли. Че-то мне не дают пока что, как видите. Да. Твою ж мать. Отчего я сдох-то? Такс. Начинается. У нас вон кнопка инверсии пока что недоступна. Видимо, потому что нужно сначала таки залезть все-таки на этот пропеллер. И уже отсюда начинать... Так. Включать инверсию. Подождем еще немножко. Могли бы в таких ситуациях давать там бесконечную полоску. Она же так и так особо не злоупотребляется. Все. Поехали наконец-то наверх. Вот так мы ломаем все законы времени, пространства. Все то, что только можно поломать. Таким вот хитрым образом. Взяли и полетели назад во времени. А вот как лететь назад... Как лететь назад... Как лететь куда, непонятно. Опять в итоге видим ту же самую катсцену. Я просто не смог продвинуться вперед почему-то. Так. Допустим, допустим. Попробуем еще разок. Нам торопиться в принципе некуда. Так и так пора уже сервер заканчивать. Поэтому лучше постоим здесь спокойно. Полетаем сколько нам влезет. Так. Нужно видимо успеть как-то двинуться вперед что ли. Просто у меня это не получилось сразу сделать. Так. Попробуем еще раз. Инверсия пошла. Да. Нужно двигаться как-то. Двигаться, двигаться дальше, дальше, дальше. Дальше, чтобы я успел перелететь. Вот. Так вот. Поломали все законы времени и пространства. Откуда он тут взялся, меня спрашивают. Вот в том и дело, ребят. В том и дело. Это никак не объяснить откуда я взялся. О, кстати, да. У нас же все патроны пролетают вниз и обратно. Да. Уж какой тут сильный поток. Не правда ли? Что выстрелы не долетают ни до чего в итоге. Ну давайте так уж и быть. Одарю вас замечательной смертью. От этого арбалетика превосходного. Все. Все довольны. Отлично. Ну вот такие дела. Так вот мы и снимаем этот летсплей. Через затупы. Через. Через все, короче. Защита энергии восстанавливается автоматически. Это, конечно, здорово. Но все равно я очень хрупкий и доклад, к сожалению. Он хорошо охраняется. Будь на чеху. Это хорошо. Хорошо охраняется, значит, будет больше мяса, которое мы будем расчленять уже в следующей серии. Пока что отдохнем и подготовим нашу сладенькую гиену огненную для наших врагов. Скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok